Поеду в Москву, я всё равно не буду делать аборт, буду рожать, будем лечить ребёнка. Приходит ко мне жена. Честно говоря, первый раз в жизни пережил холодный пот. Когда приходит жена и говорит, ты знаешь, у нас ребёнок, да, он, врач, сказала. У меня, конечно, холодный пот. Я говорю, да, Игорь, сядем, подумаем, чего делать. А у нас в здании, прямо наверху, есть частная клиника, там есть врач УЗИ. Мы сразу же, ну, посидели просто, что делать, давай сделаем ещё просто, на всякий случай, ещё одно обследование. Чтобы убедиться. Поднялись сюда, он говорит, я не вижу никакого порока сердца у вас. А диагноз доунизм вообще по УЗИ. Врач сказал, поставить невозможно, это только генетическая экспертиза. То есть зачем такое вам сказали, я, говорю, даже не могу понять. Я всем женщинам, которых встречала беременных, говорила, где хотите, наблюдайте, только не ходите, пожалуйста, в центры планирования. По сути, это фашизм. Фашизм почему? Потому что, ну, людей идеальных не существует. У каждого человека есть какие-то отклонения. Допустим, если взять великих людей, того же Паганини, то по системе планирования и репродукции он бы, конечно, не родился. Потому что у него были отклонения в развитии, и такой бы человек не появился. Много наших святых, такие же люди. Планировщики используют разные способы для того, чтобы сократить рождаемость. Но самое главное – это внедрение программ полового просвещения школьников. Вот эти проекты были запущены, а параллельно был подготовлен закон о репродуктивных правах. И вот в 97-м году планировалось принять этот закон, который бы сделал сексуальное просвещение, и вот такую обработку подростков и многие другие вещи уже абсолютно легальным. Говорилось о том, что к 2000-му году в каждой школе сексуальное просвещение должно было вестись, причем на законных основаниях. И ситуация была очень серьезная. А многие люди вот тогда были дезориентированы. Они говорили, а что плохого в том, что люди планируют семью, а почему не надо просвещать детей, дети же должны знать, что они родились не в капусте. Они не понимали вообще сути вопроса, когда им показывали брошюрочки, так сказать, зачитывали текстики, которые дети должны были усваивать. Они, конечно, приходили в ужас. Действуют планировщики очень изощренно. Истинные намерения держатся в секрете. Поэтому все учебные пособия издаются в двух экземплярах. Один для детей, другой сокращенный вариант для родителей. Ну, все-таки появились люди, которые стали говорить об этом. Стравомыслящему, неангажированному психиатру понятно, что вот это вот сексуальное просвещение – это такой страшный удар по детской психике, это растормаживание ребенка происходит, и что детей сейчас вообще и так много трудных, много пограничных детей. Так сказать, когда психика очень неустойчива, много детей психически нездоровых. И если такой еще им удар нанести, в школе об этом говорить, чтобы они еще на уроках отвечали, пятерки за это получали. Ну, что просто, так сказать, как один из крупнейших детских психиатров сказал Борис Зинович Драбкин, что это будет последний, самый сильный удар по России. Вот. Церковь выступала против этого, с самого начала, вот, Центр Жизни выступал, ну, и так далее. Ну, в общем, тогда, конечно, сил все-таки было еще очень мало, и тем не менее, вот, этот проект захлебнулся. И хотя закон о сексуальном просвещении школьников положили под сукно, в разных городах России разные организации пытаются проникнуть в школы и внедрить развращающие программы. Это буклет, который не показывают родителям. В этом буклете уж совсем другое количество страниц. Здесь их вот 20, даже 26, 26 страниц. А родителям рассказывают, что это совершенно одинаковые буклеты. Это ознакомительный вариант для того, чтобы родители знали, о чем будут говорить с детьми. Значит, тогда налицо лукавство. Мало того, кроме изображений половой сферы девочек, в буклете для девочек же находится и репродуктивная сфера мальчика, изображение ее. Как психолог я считаю, что, наверное, вообще могу утверждать, что в этом возрасте дети совершенно не интересуются такими понятиями. Остается только вложить в головы подростков представление о том, что так называемый современный секс – это и есть та самая любовь. И процесс завершится полностью. Нет стыда, нет греха, и все можно. Сколько слов в русском языке существует для обозначения интимных отношений мужчины и женщины? То есть вот той совершенно интимной сферы закрытой. Литературных слов. Не гинекологической латыни и не цензурной брани. Я даже не знаю, что сказать. А потому что вы ничего не скажете, нет таких слов. Русский язык хранит эту сферу, понимаете? Он хранит то, что представляет ценность для культуры и для нации, и для сохранения нации. Шестерни этого всемирного механизма превращения девочки школьного возраста в потенциального клиента клиники для абортов уже зацепили и начинают перемалывать наших детей. Разговор школьницы с психологом из Российской ассоциации планирования семьи. В роли школьницы корреспондент нашей программы. Вы через РАПС узнали? Да. Все понятно. Хорошо. Это важно было узнать, понять, откуда вы узнали. Не волнуйтесь. Ну как вообще не волноваться? Что произошло и что происходит сейчас? Что происходит? Просто... Ну вот сейчас я где-то примерно на пятой неделе. Так. Пятой неделе. Вот. И я не знаю, что делать. Это было не запланированное. Естественно. Переменое. Да, естественно. Случилось быстро, случайно, внезапно. Да. Ну вот что делать в таких ситуациях? Знаете, Оль, я попадала в такую ситуацию. Я явила РАПС. Поэтому вот как-то решилась и сделала. Чем вы могли решиться? Как решилась тяжело. Точно так же тяжело. Срок был больше, гораздо вашего. Восемь недель. Гораздо тяжелее было. И тем не менее я решилась. Но просто я делюсь опытом. Ну а зачем, почему решилась? Вообще-то это не уникальное и распространенное. Главное решиться вот на эту операцию. Я решился и очень довольна. Потому что жизнь моя сложилась очень хорошо. И если бы не это, неизвестно, как бы сложилась моя жизнь. И тьфу-тьфу-тьфу прошел аборт у меня без осложнений. И тьфу-тьфу-тьфу. В общем, жизнь потом я как-то смогла справиться с собой. Главное принять решение, да, и сделать это. Психолог Ассоциации планирования семьи подводит испуганную школьницу к мысли о неизбежности аборта. Это происходит у нас, в России, в вымирающей стране, а не в перенаселенном Китае. Вот вам будет подруга говорить, ты делаешь грех, ты делаешь грех, ты берешь грех на душу, ты убиваешь ребенка. Вы ее послушаетесь и скажете, милая, да, я согласен с тобой, давай будем рожать. А где будет ваша подруга? Она будет вам давать деньги? Она будет содержать вашего ребенка? Она будет сидеть с ним? Она может только вам это сказать, она может только внушить вам это, да? А вся ответственность будет на вас. Ну да. Вот сейчас вы приняли решение или нет? Да. Или вы все-таки колеблитесь? Ну, я, да, приняла решение аборта. Замечательно. Что, какая поддержка, какую вам оказать, давайте я вам покажу. Не знаю. Аборт? Давайте делать аборт. Адрес и телефон подпольного абортария РАПС имеется в редакции. Субтитры делал DimaTorzok Абонир Дима�